Ну скажи, намного интереснее модели, чем в Афло. Да, и здесь гораздо больше именно женских моделей. Можно выбрать. Мне кажется, цена совсем не настолько прям отличается. Уже есть 42 размер. Кстати, я заметила, вот сюда большие размеры привозят. Реально, огромные. Как и не мало ценят, все подписывают на коробках. Очень здесь удобно. И размеры все указаны. Вот видите, кожаная такая вот обувь. Кстати, очень хорошо сделана. Шопоголики из Анталии. Всем привет, это канал Turkish People. Меня зовут Андрей, я уже гид по Анталии. Сегодня в видео я вам расскажу и покажу альтернативу Флоп. Это магазин Dejman. Находимся мы в Марк-Анталии. Хочу вам рассказать то, что Dejman вообще есть почти в каждом торговом центре в Анталии. Но самый лучший ассортимент именно где продукты произведены в Италии. И в Турции находится именно в Марк-Анталии. Ну что, давайте посмотрим. Женский тут есть отдел, мужской и детский. Посмотрим на ассортимент. Начинается... Всем привет, меня зовут Елена. Я мама гида по Анталии. Я уже смотрю на обувь. Конечно, скидка они, естественно, выставили на что? На летнюю обувь на плоскую подошве. Вот видите, у нас скидка здесь по 70 лир стоит. Но я понимаю, что лето у нас практически закончилось. Ну, у вас закончилось, у нас-то еще нет. Поэтому мы пройдем дальше, где есть обувь, которую можно носить в межсезонье, которую можно будет купить и отложить на следующий год. Хотя, в принципе, замечательных моделей много есть. Мы давайте посмотрим, где это произведено. На каждой коробке написано, видите, это место производства Турция. Вот даже смотрим в другую, вот эти силененькие коробочки. Вот есть, может быть, вот это тоже Турция. Вот тут Китай. Может запасеть и Китай. Вы смотрите, одна и та же фирма, но они имеют производство в разных странах. Вот мы к вам покажу. Цены, вот видите, саски, кто здесь? 77, 63. Я обувь сама в Дейчмене не покупала, и они хорошо носятся. Вот это я сейчас ее выберу. Нет, я там хочу дальше. Я вот вижу уже издалека то, что мне нравится. Вот эти вообще, представляете, вот они такие вот летние стоят 31 лиру. Вот такие вот очень удобные тапки. О, вот такие я относила все лето. Стоят они 60 лир. Вот на них скидок нету. Вот я в них отходила все лето на пляж, и не только на пляж. Вы знаете, что в Турции люди к тапкам относятся совсем не так, как в России. Тапки это повседневная обувь. И не только в тапочках можно пойти, мусор выбросить, но и в более приличных пойти в куда-то хорошее место. Но есть обуви гораздо покрасивее. Вон даже вот такие вот саба. 63 лиры. Тоже место производства Турция. Так, я просто продвигаюсь туда, потому что мне уже приглянулось. Смотри, вот это очень интересная модель. Интересная модель, и даже, наверное, со скидкой она вот идет 55 лир. Вот такая на высокой платформе. Ой, поглядите, даже есть размеры большие. Вот 41 размер. Они вот так обозначаются в этом магазине. Да, XXL. Вот 41 размера. Вот такая большая. Для женщины это большой размер. И 40 есть. А мужском могу сразу сказать, что даже есть 47 размер. Такие вот 111 стоит. Вот это у нас за 77 можно приобрести. Такие синенькие, симпатичные. Стоят 130. Они без скидки. И тоже они у нас произведены в Турции. А вот эти, многие, красивые красненькие. Ой. Да, они тоже сделаны в Турции. Да, стоят они 60. Они кожаные? Нет, это не кожа. Вот у них там внутри нарисовано. Ну так цена, понятно, что это не кожа. Ну можно купить на один сезон. Но очень мягкие, даже и не кожаные. Такие, саба стоит тоже 60. Вот. Тоже 60. Ой, какие интересные. Да, вот они змеют, как отсвечивают. Они тоже, смотри, даже есть 40 размер большие. Стоят они 100 лир. А произвели их в Италии. В Италии? Да. А самое интересное, смотри, а вот рядышком стоят сделанные в Китае. Ну тоже большого размера. Стоят 120. Вот они размер 41. Ну, как я понимаю, здесь 41 это самый большой размер, что мы здесь могли найти. Вот это в Вьетнаме сделали. 130. Тоже, смотри, устойчиво. Вот есть на высоком публике. О, смотри, какая у вас большая. Ну, мы все летнее, летнее показываем. А мы перешли в осенний отдел. Да. Я думаю, всем интересно. Слугушки, какие красивые. Они в жизни очень красивые. Такие бордовые. Да, стоят они 160. Потому что они не кожаные или? Нет, они не кожаные. Они в Китае сделаны. Сделаны они в Китае, да. Вот странно. Но видите, то же самое фирма. Да, Грейсланд. Они делают в Италии, Турции, Китае. А вот это в Вьетнаме. Это в Вьетнаме. Сделаны, стоят они 140. Я понимаю, что для зимы обязательно надо кожаные и теплые покупать. Ну, а осень, которая, если пролетает в течение 2-3 недель, можно и поносить немножко. И не кожаные. Зато купить новую в новом сезоне. Вот здесь стоит 140. Сделаны они в Турции. Интересный вот 40-й размер даже есть. Ну, да. Супер устаревшая модель. Да. Ну, вот здесь у нас разные вариации. Мне вот эти нравятся. Змеи. 170 они стоят. Ну, это модно сейчас. Вот такие, видите, зеленые есть. Вот как под крокодила сделаны, смотри. Вот такую девушку только что мерила. Леопард. Стоит 150. Леопард уже давно носит. А, тоже сделаны в Турции. Но это вот она ткань. Выглядит прикольно. Вот здесь туфельки. Обычные классические туфли. Вот они стоят 100 лир. Вот и в сухой каблуке. Сделаны они во Вьетнаме. И вот эти нравятся. Видишь, вот как в офис прикольно носить. Вон, тоже в Вьетнаме. А вот это вот турецкие, блестящие. Вот классические такие. Здесь каблучок поменьше. Вот это мне нравится. Кажется. На этом магазин закончился? Нет. Там было... Посмотрите, сколько мы рядов пропустили. В каждом из рядов есть обувь. Вот мы здесь в туфлях находимся. А там будет еще много кроссовок. Давайте мы их покажем. Вот осенние туфлики. Вот они 120 стоят. Около 100. И на них скидок нет, потому что это новый сезон. Ну, скажи, намного интереснее модели, чем в Афло. Да. И здесь гораздо больше именно женских моделей. Можно выбрать. Мне кажется, цена совсем не настолько прям отличается. Вот обычные вот туфлики без каблука. Это 100 лир стоит. А где произведены? В Турцию? Да. То есть в Афло гораздо меньше турецкого производства. Там больше Китая. А вон там ботинки есть. А перейдем постепенно туда. Видите, людей в этом магазине очень много. И люди реально что-то покупают. Вот ты не то смотришь. Мне вот это нравится. Ну, я до него тоже дойду. Я тоже его видела. Просто здесь помешали мы женщине. 110 стоят они. Ну, они сделаны в Китае. Ну, все той же самой фирмы. То есть, получается, у них качество-то должно, в принципе, то же самое быть. А нет. 160. 140. Вот посмотрите, фирма VTi Victory. Вот похоже очень на Kinetix. В Афло. Ну да, вот посмотри. Видишь, формата такая же. Но она здесь подороже стоит. Они немножко покачественнее. Они дольше носятся. Ну, то же самое произведено в Турции. А есть и в Китае, посмотри тоже. Ага. Видишь, место произведено? Поэтому обязательно смотрите. Мне кажется, в Турции или в других странах, не в китайских, намного лучше произведено. Тут ничего интересного. Ну, тут есть сумочки висят. Мне больше, конечно, рюкзачки нравятся. Вот стоит рюкзачок такой 100 лир. Ну, в обычном рюкзаке даже в школу с таким ходить можно. Да, все популярны фирмы Adidas. Да, и стоит 250. Вот такой рюкзак. Когда известный был. Здесь просто обычные кроссовки. Здесь тоже, кстати, есть. Уже молодежный отдел, видишь? Есть тоже большого размера. Смотри, 42-й. А я говорила 41-й. Нет, ну смотри, Сарнаш, здесь 42-й. Тут кроссовки 130 стоят. То есть именно в этом магазине можно найти что-то большого размера. Вот они. Интересные. И стоят они 90. Такие розовенькие. И сделаны они в Турции. То есть тут большая часть товаров произведена именно в Турции. Ой, смотри, еще один 42-й размер. Опа. Да, и приличный. Удобно то, что они делают такие пометки. Видите, много таких оказывается размеров. И с моделями. Есть и туфли, и кроссовки большого размера. Просто я знаю, что есть женщины, которые никак не могут найти себе ничего. Вот мы даем наводку, чтобы походить здесь. А, вот смотри, что дорогие, хорошие модели. Хумал. Да, 280. Тут и Пума есть. Вот я вижу, там уже Adidas. Да, они, кстати, в Турции сделаны. Nike. Видишь? Adidas. Какой же? Это женский отдел еще. 400 лир такой стоит. Да, 400 лир и тоже большого размера. Я ношу 38, но вот попадается. Ой, как интересно. Но скидок в основном не делают на такие дорогие марки. Либо их делают очень потом. Nike. Ну, они же производят кроссовки, а кроссовки тут можно вообще вечно носить. Да. И зимой, и летом. В одних кроссовках. Адем с той стороны еще пока. Очень выгодно. Ну, а здесь кроссовки, конечно, подешевле. Уже не такие маркеры. Ну, смотри. Венис. Да, вот такая фирма. Да, 170 стоит. А где произведено? В Китае. Вот это очень по-мощней. Это тоже Китая. Мама, смотри. Интересно. Слушай, такие даже хорошие кроссовки. 160 стоит. Где произведено? Это же Китая. А эти? Магазины, правда, очень большие, видите? И это только женский отдел. И там такой же мужской есть. Прямо такого же размера. Смотри, как красиво. Смотри, как красиво. Тут просто очень много людей не пробраться. Смотри, как интересно. Стоят они 140. 140. И сделаны они в Турции. Вот эта фирма. Видишь? Вижу. Знаешь, сколько их тут? Много разных. Вот, для тех, кто любит. Все блестящее. Стоят они 160. Блестки. Вот, кто любит блестки, уже стоит здесь рядом. И уже какую-то коробку себе нашла. Нет. Пуфельки, да? Пойдем, мы дойдем еще до детского отдела. Видите, какие дети самостоятельные. Они вот так уже привыкли ходить по магазинам. Дети шопоголиков. Шопоголики из Анталии. Да. Шопоголики. Ну, последний ряд показан. Здесь у нас Adidas. 350. Вот уже для девочек, таких вот модных. Да, смотри, какие красивые. 350 они стоят, Adidas. Сделаны они во Вьетнаме. Ведь, как и не молодцы, они все подписывают на коробках. Очень здесь удобно. И размеры все указаны. И филы тут у них появилось. Очень много филы здесь мы видели в магазине. И вот прям такое большое открытие было. Вот Малифилы тоже есть 42 размер. Ага. Кстати, я заметила, вот сюда большие размеры привозят. Реально огромные. О, Майд, 209. Так и стоит легкие филы. Ой, со скидкой филы. Смотри, стоили 219, сейчас 153. Да. Обычные такие кроссовочки. Еще одна филы. Ну, симпатичные. Ну, симпатичные, кстати. Сделаны хорошо. А они здесь, смотри, все со скидки на это вот. Да. Прям при входе находятся. Смотрите. Еще одна филы. Да. Мне вот эти нравятся. Смотри. Стоят они 153. А подробуй вот эти вот. А смотри, как интересно. Опа, мама, 250. 250. Это морс, смотрите. Еще посмотри. Модневая мама. Вот мы сейчас в детском отделе. Смотрим, что здесь есть. Вот. Мы там видели брендовую обувь. Она достаточно дорогая. Для детей, мне кажется, на один сезон покупать за 200-300 лиры, мне кажется, дурака. Тут, конечно, есть по... Тоже вот, 120 стоит фирма VTI. Я знаю, смотрим, может, им здесь со скидкой на этой стороне. Давай посмотрим. А я вот такие вот. Вот они. Обычные кеды. Слушай, 28 лир стоит. Да, 28 лир. Он обычный. Смотри, это как вот... Это как вафло, только дешевле. Да, вафло 30 они там стоят. Такие вот. Ну, намного качественнее, мне кажется. 28 лир. Все равно прям не супер качественное. Вот такие кроссовочки стоят 70. Вот 70 можно. Для детей, в принципе, очень даже классно. Смотрите, видите, сделано все хорошо. А вот мои-то достаточно. Стоят они 100. Очень похоже на Adidas. Да. Вот такие же. Ну и для сравнения, давайте я вам покажем вот Nike. 180 стоит. Кроссовки 200. Я считаю, для детей отдавать такие деньги, это не очень-то. А здесь много таких. Да. Фила есть здесь тоже, а? Фила тоже со скетчей, вот они 130. Идут для футбола 133 лиры. Вот, сандалики, посмотри. 45 лир. 45 лир. Такие стоят 90. Вот. Ну, посмотри, они с супинатором сделаны. Ну, хорошо. Они, смотри, хорошо прошиты. Да. Вот все тут хорошо прошиты. Вот, если сравнить со Фло, магазином Фло, то как-то, ну, реально, контраст есть. Вот эти, посмотри. Хотя ценовая категория одна и та же. Да. Так, пойдем дальше покажем. В том же и Фло есть и Adidas, и Nike. Тут вот для девочек. Просто девочка ходит с коробкой и хочет ее все купить. 90 кроссовки. Мы кроссовки здесь покупали, не смогли износить. Вот не смогла. Носите. Покупаем новые. Тоже 90 стоит. Ну, они неплохие, вот мне нравятся такие. Ну, смотри, и для деток маленьких. Вот там вот будет следующий отдел. А, трансформеры. 150 стоит. Пекал! Суперкот здесь, да. Опа. Иди воват. Вот такие, видите, маленькие. Слушай, под кучей сделано. Маленькие туфлики. Очень маленькие такие. 80. Знаете, для детей очень дорого. Такая, прям для младенцев стоит. Вот такие 55 стоят обычные. Красовки. Малюсенькие кроссовки, так взрослые стоят. 100. Детская обувь, она везде дорогая. И на нее скидки очень редко бывают. Вот кожаные обувь смотрели. Показа стоит 90, совсем для малышей. Ольга, смотри, какая милота. 20 размер, 19. Да. Ну, смотри, постепенно мы переходим в мужской отдел. Вот, видишь? Вот, видите, вот такой значок у кожи. Да, стоит 140. Ну, что, дешево очень расскажешь. Давай. Передаем камеру мне. А вот новый сезон, смотри, сразу вижу. Вот такие кожаные, такая вот обувь. Кстати, очень хорошо сделана. Вот, кожа. Написано то, что DSA, это кожа. Дери, дери. И сколько стоит? Показается, такие стоят 170. Есть у нас максимально 44. 44. А вот здесь 45 есть. Какие же еще есть? Ну, 45 тут максимальную кожу. Вот на этом стенде. Вы не расстраивайтесь у кого, такие вот большие размеры. Сейчас я вам покажу. Тут есть и больше размера намного. Кому интересна такая кожа. Вот видите, тоже фирма хорошая такая. Да, тоже сделана в Турции. 120 стоит. Здесь есть на любой вкус обувь. Вот видите, какой огромный ассортимент. И с кожи. Да, и стоит 150. То есть на коже не такие заоблачные цены. И тоже сделаны они в Турции. Смотри, какие хорошие. Да, нашим папе понравились. Со скидкой, представляешь, 104 стоит кожа. Да. 30% на нее сделаны. Эта фирма очень хорошая. Да, да. Да, вот была. Обычные туфли. Стоят они 150. И смотри, отдел с кожей мужской. Тоже есть 45 размер. Он даже максимально. Вот, начинает 41-й, 40-й. Отдел с кожей мужской очень большой. Вот это все кожа. Любого цвета, любой расцветки. Я не знаю, с любым рисунком. Не знаю, он даже вот эти светлые тоже. Я не знаю, что они тоже написали. Да? Да. 160 стоит. Слушай, очень классно сделала. И стелька такая вот. Ну, видишь, кожа, она твердая. Она тверже, чем вот искусственная кожа. Честно, мне не очень нравится. Нет, ну смотри, хорошо сделано. Просто кожаная обувь для взрослых, почему покупает. Она дольше носится. Ну, конечно, тут есть. Ну, и в Адидасике. На них скидок нету, мы уже просматривали. А у Марии большой размер есть. 46-й. 46-й, но я видела 47-й и 48-й. 46-й. Так, смотри, как очень много размеров стоит. Ну, Адидасы, вот они. 240-й. 230-й, 330-й. Вот стоит такой у меня. 47-й. Да, ладно. Где-то видели у Адидасы 47-й размер? И одна третья. То есть, ну, почти 48-й, половинка. Вот, видите, вот такой большой ассортимент. Постепенно поворачиваю. Моя любимая фирма Memphis One. Почему я ее люблю? Это цена, качество. Проверенная уже несколько лет. Покупает, носит один год. Сейчас покажу любую модель. Вот, посмотрите, это сделано в Турции. Сейчас 109, без скидки стоит. Сделано очень классно. Это искусственная кожа, но выглядит нормально, носимо. И стелька нормальная. Да, она не трескалась. Честно, кроссовки ее из пола и кеды ее из пола мне не очень нравится. Потому что такая стелька твердая. А стоит просто дороже. Мне вот эти вот нравятся очень. Смотри, я сразу цепился. Такие вот стоят 110. Такие кеды? Да. И смотри, вот эта похожа кожа. Такая вот и замша тут. А мне вот такие нравятся. Смотри, как интересно. 130. Ну, вот эти еще. Стоит они 77. Это текстильная. Честно, мне очень нравится. Но в Анталии носимо. У нас нет. Поэтому я никогда их не покупал. Во. Вот такие прям кроссовки. Кроссовки с щипами. Стоит 150. И все равно смотрите внимательно. Эта фирма тоже выпускает. Вон есть. Бангалады, Ашания. А это в Китае. И Турция. На самом деле эта фирма немецкая. Но просто вот сюда поставка идет из таких стран. Раньше, как я знаю, как я помню, я покупала даже первые свои кеды. Они были из Эссена. Германия. Германия. Так, это уже фирма, которую ты работала. Рассказывал. Витяй. Виктори. Такие стоят 150. Вот видите. Да, и смотри. Одна коробка сделана в Китае, а другие рядом стоят сделаны в Турции. Поэтому выбирайте. Видите, людей очень много по этим приходится так протискиваться между отделами. Вы видели огромный выбор женской обуви, детской и мужской. Мужской, правда, очень большой. Мне нравится. Майя, даже ремни тут есть. Слушай, они интересные с кожи? Нет. А кожа написано. Ты погляди, кожа. А сколько стоит? Непонятно, сколько стоит. 80. Очень даже ничего. Даже курт. Вот, такая сумочка есть. А мы покажем, что еще тут у нас. Ну, это брендовая будет, конечно. Nike 330. Здесь есть отдельные магазины. И даже Outlet Nike. Если вы захотите, то мы обязательно у него в скором времени съездим. А смотри, тут Фила теперь есть и мужской. Да, Фила поделилась. Мне вот эти вот сразу понравились. Стоит 230. Угу. Угу. У нас я... Вот. Очень похоже на Tommy Hilfiger. Мы сейчас и тут также выложили. Ну и, конечно, у кассы у нас есть сумки. Мы сейчас с ними тоже подойдем. Господи, и тапочки. Вот это настоящие домашние тапки. Стоят они у нас 40. Теплые. Есть разные. Есть ортопедические стельки. А еще, смотри, я раньше покупал тут носки. Носки, да. Носки, вот видите, Puma Fila. Вот Fila очень классная. Носки любил. Подумает, опять реклама. Нет у нас рекламы. Просто мы все проверяем на себе. Вот честно, я сколько лет покупал подряд эти носки. Да, я занималась у нас баскетболом. И, соответственно, активно носились такие носки. 7 пар за 35 лир. Это очень дешево, особенно для Fila. Вот здесь, Мария, разные стельки. И пошли сумки покажем. Они по цветам собрали. Черные, коричневые, красные, розовые. Ну, не факт, это все. А вот как интересная сумочка. Видишь? Нет, ну, она просто интересная. Ну, это 110, Puma Fila. О, смотрите. Какой-то? 120. Ну, это не натуральная кожа. Ну, мягкая, хорошо. Смотри, прошита. Мне кажется, выглядит интереснее. Получше, чем на базаре. 140. Мне кажется, лучше купить нормальную, сделанную сумку. Без какого-то известного логотипа. Но она будет хорошо выглядеть. Очень классно. Очень классно. Очень классно. Очень классно. Какой он нашел, 80 стоит. Выглядит реально как кожа. И даже чемоданы привыкать. Это если вы накупили много в торговом центре, у вас есть возможность сразу упаковать в чемодан. И, конечно, магазин... В торговом центре Марк Анталия. Не забудьте поставить лайки нам. А лучше два лайка. И обязательно напишите, пожалуйста, нам комментарий. А еще подпишитесь на мой канал. Вам не составит этого труда. Давайте. Всем пока!